Друзья, всем привет и добро пожаловать на Stratford Tent Россия. Manchester United подписал центрального защитника Ajax Александра Мартинеса за 50 миллионов евро. И в сегодняшнем выпуске мы поговорим о том, кто же это такой и чего стоит ожидать. Конечно, плюсы и минусы и так далее и тому подобное. Давайте же начинать. Итак, Лиссандр Мартинес, левый центральный защитник Ajaxа, перешел в Manchester United за сумму в 50 миллионов евро. Собственно, клуб уже официально объявил об этом, контракт на 5 лет. Кто такой Лиссандр Мартинес и почему Тенхак за него зацепился? Давайте начнем с профиля футболиста, он сейчас на ваших экранах. Итак, Лиссандр Мартинес, 24-летний аргентинец, левоногий. Что мы про него знаем? Обратите внимание сразу на антропометрические данные. 175 сантиметров рост, 77 килограмм вес. Это минус скорее, об этом чуть позже. Сильная нога. Здесь заявлено, что он обеими ногами играет неплохо. Мои наблюдения также это подтверждают. Но вообще Лиссандр Мартинес, конечно же, изначально левоногий игрок. Контракт у него истекает с Manchester United в 2027 году. Пятилетний контракт. По национальности он аргентинец. Давайте посмотрим на его карту чуть поближе. Это то, где он действовал в прошедшем сезоне. Его тепловая карта. Мы видим то, что центральная зона и ближе, наверное, к левому флангу. Все это как бы стремится. Какие есть плюсы и минусы у Лиссандра Мартинеса? Ну, первый плюс или минус, считайте сами, метр 75 рост. Для сравнения такого же роста был Фабио Коновара. Чуть выше был Корлес Пуёль. Но все это было достаточно давно. Ну, точнее, лет 10 назад играли и Пуёль, и Коновара. Коновара еще, ну, там более давно. Но в текущем футболе подобных защитников с таким ростом не так уж много. И учитывая то, что Лиссандр Мартинес будет выступать за Manchester United в английской премьер-лиге и под тем давлением, с которым он будет сталкиваться. Особенно учитывая высокорослых форвардов, например, Холланда и Дарвина Нунеса, которых подписали лидеры чемпионата Ливерпуля Манчестер-Сити, соответственно. Плюс какой-нибудь Крис Вуд из Нью-Касла, Жой Лингтон из Нью-Касла. И вообще достаточно много рослых ребят в английской премьер-лиге. С ростом 1,75 м Мартинесу будет достаточно сложно сдерживать верховую борьбу с этими парнями. Поэтому это, наверное, первая такая тревожная кнопочка, на которую Манчестер-Юнайтед, ну, он должен поставить себе этот тревожный звоночек в блокнот и посмотреть, как Лиссандр Мартинес это будет преодолевать. Второй, безусловный, минус Лиссандра Мартинеса. Почему-то мы начали с минусов, но уж давайте закончим. Тем более, что это последний минус в игре Лиссандра Мартинеса. Это то, что его очень легко увести из своей зоны. Как центрального защитника, форвард, если к нему прилепляется, то дальше очень и очень легко оттуда его можно вытянуть. Он легко оставляет свою зону, потому что идет всегда за своим оппонентом, за тем, кого опекает. И это не самая лучшая характеристика для позиционной атаки. Манчестер-Юнайтед для позиционной обороны тем более. Потому что нужно быть очень дисциплинированным. Мы видели, как разбалансирована была линия оборонительная Юнайтед в прошлом сезоне. И покупая человека за 50 миллионов, вы ожидаете, что он, наверное, этот баланс еще хуже не сделает. Я надеюсь, что Лиссандр Мартинес не сделает этот баланс хуже. Давайте поговорим о плюсах. Их значительно больше, друзья. Первый, безусловный, плюс. Это то, что его хотел Тенхак. Это, безусловно, один из самых главных плюсов, когда тебя хочет тренер. Поэтому я считаю, что Де Йонгу тоже будет легко достаточно адаптироваться в Манчестер-Юнайтед. Дело в том, что до прихода Тенхага Манчестер-Юнайтед интересовался Пау Торосом. И об этом мы сегодня с вами чуть позже поговорим и сравним Пау Тороса и Лиссандра Мартинеса и Виктора Линделева чуть позже. По их игровым характеристикам центрального защитника. Тенхак хотел защитника, который очень здорово играет с мячом. И Лиссандр Мартинес, это, безусловно, абсолютно такой человек. У него топ-скилл. В Инстате мы сейчас будем с вами смотреть эту платформу, особенно сравнивая футболистов. Топ-скилл у Лиссандра Мартинеса – это плеймейкинг, и он у него на 100, друзья. Мартинес – это именно тот игрок, через которого будут начинаться все атаки Манчестер-Юнайтед. Он превосходно владеет техникой обращения с мячом. Он превосходно владеет первым пасом, диагональными длинными передачами. Правда, эти диагональные передачи не всегда у него точные получаются, но об этом мы с вами чуть позже еще поговорим. Я уверен, что Мартинес даст нам такую возможность. По физическим данным мы уже говорили, что он достаточно маленький, но в этом есть и свои плюсы. Во-первых, он очень быстрый. Для центрального защитника он очень действительно быстрый. Во-вторых, интенсивность, которую дает Мартинес и в единоборствах в том числе, она позволяет ему не то чтобы выходить сухим из воды при подобных габаритах, но так или иначе его смелость, его вот этот вот настрой, с которым он идет. Вы наверняка слышали интервью, где он говорил то, что меня называют мясником, и если нужно будет перешагивать через трупы для победы, я это обязательно сделаю. Заявление очень громкое, но это именно символизирует манеру игры Мартинеса. Он действительно человек, который кидается во все единоборства, который не щадит себя, который постоянно борется. Если хотите, это нечто среднее между Эриком Бои и Маркосом Роха. То есть это не та безбашенность, которая была у Роха, но при этом это та самоотверженность, с которой идет Бои, вкупе немножко с осознанностью, которая все-таки у Мартинеса, наверное, чуть побольше, чем у Бои. Потому что Бои бывают, ну, совершенно безрассудные вещи какие-то, вытворяют возле своей штрафной, там игра пятками и так далее. У Лесандра Мартинеса этого нету. Это очень хороший центральный защитник с малыми габаритами, очень комфортно себя чувствует на игре с мячом и очень активно участвует в билдапе. Говоря о билдапе, давайте посмотрим, каким образом строился билдап, то есть игра от своих ворот. Если мы разыгрываем мяч, вы наверняка заметили то, что в предсезонных матчах Манчестер Юнайтед очень часто разыгрывает мяч, а не выбивает его куда-то далеко в надежде там на высокого форварда. От ворот чаще всего Давид Дехиа пасует на своих центральных защитников. И вот как Тенхак строил свое развитие игры от своих ворот. Здесь мы видим то, что фактически три футболиста всегда есть в основании этого всего. Это Лесандр Мартинес, это Дейли Блинт, ближе к нам практически всегда. И на дальнем фланге это Мадуро, это второй центральный защитник, партнер Мартинеса по, собственно, обороне. И благодаря этому, ну и благодаря опыту игры Дейли Блинта на позиции центрального защитника, благодаря этому, возможно, и получалось так здорово разыгрывать мяч. То есть здесь большой, высокий прессинг уже применить у соперника не получится, потому что варианта у Мартинеса три. Это отдать назад вратарю, отдать направо, отдать налево, да даже четыре на самом деле, потому что вперед тоже вполне себе можно отдавать. Так что Мартинес явно будет одним из ключевых футболистов, кто будет разыгрывать этот мяч у Тенхага. Что касается схемы и того, как Мартинес в нее впишется, я думаю, что ни для кого не секрет. Мы уже увидели то, что Тенхаг будет играть именно в 4-2-3-1, пока, по крайней мере, не приедет Де Йонг. И Мартинес здесь может играть совершенно разные роли. Мы с вами будем предполагать, что Мартинес будет играть на позиции левого центрального защитника. Ну, во-первых, потому что он левоногий, во-вторых, потому что у него есть опыт игры на этой позиции, ну и в-третьих, потому что у нас есть на правом центральном играют Варан, Линделев и Магуайр. Собственно, три правых центральных защитника профильных есть и один левый профильный. И, собственно, это немножко напоминает философию Луи, которую покупал Маркуса Роха для того, чтобы у него был левый центральный защитник левоногий. Ну, просто Маркос Роха был ростом 1,87 на секундочку, а Мартинес 1,75. По-прежнему есть большие сомнения относительно его роста, и мы будем с вами к ним постоянно возвращаться. Но, говоря о том, что Мартинес достаточно быстрый, ну, во-первых, возможен билдап, где Диогу Дало, например, если он будет играть, будет уходить вот сюда, будет поддерживать атаку, в это время будет сюда смещаться, например, Линделев, Мартинес, и здесь будет Люк Шоу, который тоже, ну, иногда, но все-таки играл третьего центрального защитника. Это если Диогу Дало будет уходить вперед. Если вперед будет уходить, например, здесь Тайрел Маласия, то тогда Мартинес может оставаться здесь, здесь будет играть Диогу Дало, возвращаться сюда, здесь какой-нибудь Магуайр, Линделев, Варан и так далее. То есть билдап будет в три человека. Тогда сюда может подключаться вторая десятка, то есть Бруно и Скотт Мактоминой, например. Здесь будет оставаться Фред. Это, ну, как бы, если мы говорим про тех футболистов, которые сейчас есть Манчестер Юнайтед, в идеале, конечно, здесь Де Йонг должен быть. Вот, и при этом очень много человек в атаке. Посмотрите, сколько раз, два, три, четыре, пять, шесть еще Фред может поддерживать. И все это, ну, то есть если мы поднимем сюда линию обороны еще, а Мартинес любит подниматься особенно вот на эту позицию и помогать атаке отсюда, если мы поднимаем линию обороны, то получаем уже очень компактность хорошую. И при этом прессинговать вот эта вот вся команда может вполне себе здорово. Ну и помимо всего прочего, Мартинес же не обязательно должен играть на позиции центрального защитника. У него есть небольшой опыт игры левым защитником. Но я понимаю, что вы мне сейчас напишите в комментариях. Телес, Шоу, Маласия, еще и Мартинес. Четыре человека где-то там Брэндон Уильямс. Пять человек на позиции левого защитника. Очень много. Поэтому я допускаю, что все-таки Мартинес будет начинать на позиции левого центрального. Но также возможно, что мы будем играть в три центральных защитника, друзья. И тогда, например, Тайрелл Маласия будет становиться вингбеком. Здесь будут, например, Мартинес, Магуайр и Линделев. А дальше здесь уже будут, например, Фред Мактоминой, Маласия. Здесь может играть Джейден Санчо. И вот таким вот образом где-нибудь здесь Бруно Фернандош, Донни Ван Дебек и Маркус Решфорд или Антони Марсьяль. Вполне может быть и вот такая вот расстановка, похожая на 3-4-3 с двумя латералями. Санчо не очень подходит действительно на роль латераля. Но, тем не менее, Мартинес способный играть на позиции левого центрального в три центральных защитника. Тоже, возможно, в каких-то матчах нам понадобится. Давайте об этом, друзья, подумаем и пообсуждаем. Напишите в комментариях, что вы думаете, будем ли мы вообще играть с тремя центральными защитниками, когда у нас приезжает Мартинес или нет. В блоке статистики предлагаю сравнить четырех футболистов. Лесандра Мартинеса, Пау Торреса, Виктора Линделева и Рубена Диеша. Все четыре не самого высокого роста, все четыре, ну, за исключением Пау Торреса, естественно, все четыре очень здорово играют на мяче Пау Торреса. Мы интересовались. Виктор Линделев, один из лучших защитников в Юнайтед, который хорошо обращается с мячом. Рубен Диеш, наверное, тоже как один из лучших в ВПЛ. Поэтому я решил взять этих четверых и сравнить. Конечно, мы убираем уровень лиги из уравнения и просто смотрим на статистику. Ну, во-первых, сколько минут сыграли. Да, понятно, Пау Торрес сыграл больше всех, потому что его команда, помимо всего прочего, дошла до финала, до полуфинала Лиги Чемпионов. Да, у Рубен Диеш не так часто играл. Но, в принципе, у Диеша, Линделева и Мартинеса сравнительные цифры. Мартинес ран достаточно вылетел из Еврокубков. Голы Пау Торрес забил больше всех, но он им по антропометрии достаточно всех превосходит. По голевым передачам Рубен Диеш здесь на первом месте, но у Мартинеса 4. Обратите внимание за сезон. По, собственно, ударам-поворотам в среднем за матч. Вы видите то, что в среднем за матч Александр Мартинес наносит точнее всех. На следующую строчку переходим удары-поворотам. Ну, минимум один удар от центрального защитника. Это вполне себе нормально. Я вообще удивлен, почему у других нету хотя бы близко такого же показателя. Потому что угловые все подают. Но Мартинес, понятное дело, не являясь самым высоким парнем, тем не менее один удар поворотом наносит. В среднем совершает 79, друзья, передач за 90 минут. И это очень хороший показатель. В среднем у нас столько же передач совершает, наверное, Бруно Фернандеш. Поэтому, точнее, у Бруно этот показатель в районе 87, наверное, где-то на 90 минут. Но так или иначе, это достаточно хороший показатель, позволяющий оценить, насколько Мартинес вовлечен в построении игры. Точность 92% только у Рубена Диоша больше. Ну, 92-95% не такая уж большая разница. У всех показатели плюс-минус одинаковые. Меньше всех потерь мяча, включая на своей половине поля у Рубена Диоша, он по этим двум показателям лидирует. Обратите внимание, что здесь у Пау Торреса показатель очень высокий по потерянным мячам. И на своей половине поля также Пау Торрес больше всех теряет мяч. Виктор Линделев здесь выглядит чуть надежнее, чем Мартинес. Но вот видите, у Мартинеса такой грешок, к сожалению, водится за ним. Но это благодаря тому, что он вовлечен очень сильно в атакующее начало атак. Атакующее начало атак, друзья. Я думаю, что вы поняли, о чем я говорю. Ball Recovers 10 в среднем за матч. И это достаточно много. Посмотрите, он практически в два раза превосходит Торреса и Диаса. У Линделева схожий показатель. Это говорит о том, что человек пытается, пытается, пытается снова. Даже если он промазал или отдал неточную передачу, или его партнер отдал неточную передачу, он как бы может перехватить мяч и восстановить владение мячом. И что очень важно, он это делает практически два раза успешно на чужой половине поля за 90 минут. Это действительно говорит о том, почему Тенхаг его так ценит. Потому что вот эти показатели действительно для Тенхага очень важные. Как только мы теряем мяч, насколько быстро мы его можем себе вернуть. И вы видите, насколько здесь превосходит Мартинес своих оппонентов. Дальше. Единоборство. И верховые единоборства. И оборонительные единоборства. Это очень интересная тема для дискуссии, друзья. Поэтому напишите, что вы думаете по этому поводу. Потому что единоборство, в которое вступает Лиссандр Мартинес в среднем, 15 в полтора раза больше, чем Пау Торрес и, собственно, Рубен Диэш. 15 единоборств. Вступать в 15 единоборств за 90 минут – это достаточно большой показатель. Но, помимо всего прочего, 72%, если мы берем все единоборства, у Мартинеса выигрышные. Даже больше, чем у Диэса. Даже больше, чем у Пау Торреса, у которого 67 привод и габаритов. Лидером здесь Виктор Линделев является. Но фактически показатели одинаковые у Линделев и у Мартинеса. А дальше мы берем «Attacking Challenges», то есть, ну, как бы в атаке единоборства. Здесь, понятное дело, Пау Торрес выделяется. Но в втором месте идет Мартинес. Дальше, если мы берем «Air Challenges» и «Success Rate», да, собственно, 5,6. Больше, чаще всех вступает, со своим 1,75 м, чаще всех Александр Мартинес вступает в верховые единоборства. И выигрывает их, ну, примерно 3 из 4. Ну, не 3 из 4, 2,5 из 4. Вот так. 69% — это очень здорово. Учитывая его габариты, это очень здорово. Дальше, смотрите, отборы 2,8. Перехваты. 7 перехватов, друзья, лидер. Подборы 9, лидер. И созданные шансы 0,68, тоже лидер. Ключевые передачи, точные полпередачи за 90 минут. Ну, то есть, одну ключевую передачу, один созданный шанс есть за 2 матча. Это вполне себе здорово. Это еще раз успешные ключевые передачи. Есть еще и попытки, но их я сюда выводить не стал. Мне кажется, вполне можно посмотреть, насколько Мартинес превосходит всех остальных. Особенно Линдельоффа в этом показателе. Желтые карточки. Здесь явным лидером является Пау Торос. Но, мне кажется, здесь нужно тотал. Лучше посмотреть. У них у всех по 6. На самом деле, не знаю, почему усредненные показатели были чуть другие. Ни у кого нет красных карточек. Дальше интересный показатель. Дефенсив XG. Здесь першот, ну, то есть, под ударом. А здесь, соответственно, если удар выполняется соперником, которого он, соответственно, Александр Мартинес в данном случае опекает один в один. Лидер по такому показателю. То есть, меньше всех. Здесь, чем меньше, тем лучше. Соответственно, лидер здесь Рубен Диеш. Он очень хорошо опекает оппонентов и не позволяет им бить. Здесь не в самой выигрышной позиции находится Александр Мартинес. Тем не менее, все еще есть Линделев с его прошлым сезоном. И он лучше, чем Линделев. И по ударам, ну, здесь Пау Торос лучший. И Мартинес здесь, к сожалению, худший. Он позволяет наносить удары из-под себя. У него действительно это есть. Дальше. Defensive Challenges. 12. Это очень много. Говорит вам о том, насколько часто, опять же, вступает человек в единоборство. Единоборство выигранное при этом в обороне 70. Это второе место после Линделева. Единоборство в атаке, опять же, success rate, смотрите, 82% лидер. И лидер по проценту выигранных отборов, друзья. Вот так вот статистически Лиссандро Мартинес фактически лучше всех. И в верховых дуэлях, и в дуэлях обычных. И при этом видно, как он играет для команды, создает шансы. Я думаю, то, что вы получили примерное представление о том, кто такой Лиссандро Мартинес. Напишите в комментариях обязательно, что вы думаете. Что ж, друзья, вот такой получился выпуск. Немножко резюмируя свои мысли по Мартинесу, я считаю, что Тенхак получил очень хорошего, лояльного футболиста за очень хорошие деньги с одним громадным минусом. Это его антропометрия. Как он покажет себя в Англии, пока что непонятно. Будем смотреть. Но в остальном плюсов у Мартинеса достаточно. Он очень быстрый. Он очень здорово статистически выглядит в единоборствах. Он очень классно начинает атаки. Он здорово задействован в игре команды с мячом. Он создает шансы. Он наносит удары. Он достаточно интенсивен для того, чтобы обороняться. Он здорово играет в командном прессинге. При этом он играет обеими ногами. Левая нога у него, безусловно, ведущая. Так или иначе, атаки он тоже может поддерживать. Его легко достаточно увести за собой. Здесь нужна будет подстраховка. Потому что в Аяксе был Альварес, опорник, который Мартинеса достаточно часто страховал. Если тот шел вперед, Альварес садился назад. Но вот в Манчестер Юнайтед нужно будет эту подстраховку действительно отработать. Еще один минус, на самом деле, о котором мы не поговорили. Это то, что достаточно часто, когда игра идет очень быстро, Мартинес бывает, теряет своего оппонента. Это не самая лучшая история для Англии. Потому что футбол в Англии быстрый. И вы можете очень легко своего оппонента, которого вы кроете, потерять. Вот во всей этой сутолоке. Я надеюсь, что Тенхак хорошо поработает с Мартинесом. Отстроит подстраховку. Плюс универсализм Мартинеса. Его возможность играть на фланге. Его возможность играть в опорной зоне. Мы об этом не говорили. И я думаю, что этого не случится. Но так или иначе, теоретически это возможно. Играть вот такого человека, который будет вычищать и при этом начинать атаки. Вполне себе допускаю, что если придет Де Йонг, возможно, Мартинес и где-то и там же будут задействовать. В общем, вопросов пока Де Йонга нету. Очень много. И пока Александр Мартинес не получил разрешение на работу и не приехал в турне. Я думаю, что он не будет играть с Астенвиллой в субботу. И, собственно, мы увидим его только в матчах, например, с Райо Валикана и Атлетико Мадрид, которые будут уже проходить на европейской части нашего континента. Они в Азии. И, собственно, вот такой получился... Собственно, все по Александру Мартинесу. На мой взгляд, очень хороший трансфер. Друзья, свое мнение пишите обязательно в комментариях. Если вам нравится контент, ставьте лайк, подписывайтесь на нас, делитесь ссылкой с друзьями, чтобы нас становилось еще больше и больше. И, конечно, колокольчик не выключайте, потому что стримы после матчей будут продолжаться, друзья. У меня же на этом все. С вами был Алексей. До новых встреч. Пока-пока.